В последние месяцы вся тема мигрантов в Европе как-то так свелась только к договору с Турцией, будто бы он способен закрыть все проблемы. А пока история прошлого лета повторяется, ведь снова толпы беженцев плывут к европейским берегам, чтобы прорваться на континент через все кордоны и границы. Впрочем, и там есть страны, которые даже беженцы считают опасными и стараются обходить стороной. Так, в такой специальной памятке для беженцев, написанной на арабском языке в списке стран с враждебным отношением к мигрантам, Болгария стоит под номером один. И это действительно так. Но это не позиция официальной Софии. Просто наплевав на разные слова чиновников и толерантности, Болгарии решили бороться с проблемой самостоятельно и объявили на беженцев настоящую охоту. И для них это не вопрос морали, это суровая действительность. Тем более, что для Болгарии это начало все не прошлым летом. Уже четыре года через страну транзитом идет этот нескончаемый нелегальный поток. Ненависть к чужакам зашкалила. И как результат, в приграничных районах стали появляться народные дружины. Похожее настроение сегодня во многих странах Европы. В Германии все активнее выступает движение Пегида. Но ее главным методом все-таки пока остается уличный протест. Где-то рядом базы самой большой на планете военной армады НАТО. И сотни нарушителей границы, бегущих из Турции в Европу. Что это? Это рядом турский. Турский. Это для нас защита Родины, семьи. Мы из-за них выходим. Потому что смотрим, что государство ничего не делает. Или то, что делает, это просто нам, как только глаза. Я хочу видеть твои линии. Работать за болгарских пограничников этих людей заставляют хитрые правила Евросоюза, которым подчиняется болгарское правительство. В случае депортации беженцев из благополучных стран Западной Европы, а она уже идет, людей возвращают по месту первой регистрации. Группа, внимание, движение справа. Добровольцы же работают на опережение. Их задача не просто найти группы нелегалов, но и сделать это раньше пограничников, чтобы успеть без регистрации в Болгарии уговорить гостей вернуться в Турцию. Пеший маршрут протяженностью 17 километров. Это примерно 5-6 часов пути в спасительной тени болгарского дуба, как сейчас и под палящим болгарским солнцем на открытой местности. В конце мая здесь в Болгарии очень жарко, до 32 градусов. Основные правила поведения на время рейда – не шуметь, не бежать и опасаться. 8 часов вечера ни души. Абсолютно пустые, мертвые улицы. Неужели люди действительно так напуганы, что стараются как можно раньше вечером возвращаться по домам? Боятся местные теперь уже не только жуликов. Однажды, проснувшись европейцами и получив в подарок новую мусорку, эвренозовцы теперь делят с Брюсселем его миграционные проблемы. Да, были здесь арабы. 35 человек в наш дом зашли. Я думала, все, помирать пора. Не знали мы, что делать. После короткого диалога у Калитки пожилые Петр и Добра все еще с подозрением осматривают странников, но узнав, что русские радостно жмут руки и приглашают в летнюю беседку.